Ну вот, вместе со сложением идет вычитание, как обратная операция. Ну а раз умеем по Минковскому складывать, то можно по Минковскому и вычитать. Почему бы и нет. Но что я хочу сказать, и это очень важно. Это вычитание не является обратной операцией к этому сложению. Что это значит? Это значит, что решением уравнения на подмножество вот такого вот уравнения найти такое подмножество P, что А, Минковская сумма с P равно B, не является разность по Минковскому, разность B-A по Минковскому почти никогда. И я хочу, чтобы каждый из вас получил сам необходимые и достаточные условия, когда это так. Если будет много вопросов, комментариев, мы как-нибудь специально разберем эту задачу, разберем ее решение. Вот. То есть на самом деле неверно, что разность по Минковскому это обратная к сумме Минковской. Вообще к сумме Минковской обратной операции нет. Нет, эта операция не превращает множество всех подмножеств целых чисел тоже в группу по сложению. Сложение Минковского нет, не группа будет. Вот. Ну, собственно говоря, первое совершенно нетривиальное утверждение, которое мы сейчас сделаем. Пусть, значит, лемма ноль, назовем ее лемма ноль, чтобы запомнить. Пусть P лежит в Z, P не равно пустому множеству. Кстати, а почему P не равно пустому множеству? Потому что докажите все, что пустое множество, операция Минковского с любым подмножеством, равно пустому множеству. В самом деле, откуда здесь могли бы быть элементы? Из суммирования какого-то элемента из пустого множества и какого-то элемента из A. Но ни одной такой суммы даже нельзя образовать, потому что в пустом множестве элементов нет. Мы не можем взять отсюда элементы, просуммировать с этим, потому что мы не можем взять отсюда элемент. А значит, здесь просто нет ни одного элемента, и по определению это означает, что справа стоит пустое множество. Поэтому, когда мы будем говорить про сумму Минковского, мы всегда будем иметь в виду, всегда, да, по умолчанию, что мы суммируем только не пустые подмножества. И вот пусть у нас есть какое-то не пустое подмножество. И оказалось, что п, разность Минковского с п, лежит в п. Тогда п имеет совершенно конкретный вид. Т-д-д-д-д, минус 3d, минус 2d, минус d, 0d, 2d, 3d и так далее. Это, смотрите, умножение здесь родилось само собой. Ну, как ему и надо, да, умножение. Что такое умножение? Это многократное сложение. Если сложить d с самим собой, получится 2d. Если сложить 2d с d, будет 3d. Ну, по определению просто, да, что такое 3d. Это d плюс d плюс d. Ну, соответственно, минус d, минус 2d и так далее. И получается такая, знаете, копия, да, копия целых чисел. Но она по интервалу увеличена в d раз. Такие разреженные целые числа. В них тоже можно складывать, вычитать по всем правилам обычных целых чисел. То есть можно обрадовать сумму, сумма 2х кратных числа d, есть кратная d. Разность, 0 в них присутствует. Если число присутствует, то противоположное тоже является кратным d. То есть если число является кратным d, то и противоположное кратное d. Ну, то есть вроде как это такая вот, ну, просто экземпляр целых чисел, только более разреженный. Такие ситуации, когда внутри подмножество группы можно выполнять операцию групповую и обратную к ней без выхода за пределы подмножества, определяются словом подгруппа. То есть вот такая вот, это пример подгруппы целых чисел. Подгруппа целых чисел, которая имеет вид d умножить на как бы d, d плюс d, d плюс d плюс d и так далее. То есть все кратные d утверждается, что, грубо говоря, других подгрупп не бывает. На самом деле вот в этом уравнении содержится, да, содержится одновременно то, что можно брать суммы, и мы остаемся внутри p, и можно брать разности, и мы все равно остаемся внутри p. Сейчас я это раскрою, да, сейчас я раскрою, почему вот эта вот разность по Минковскому, она содержит более детальную информацию, чем если бы написал, что сумма по Минковскому лежит в p, было бы неверным утверждение, если бы я разность заменил на сумму. Например, натуральные числа плюс натуральные числа лежат внутри натуральных чисел. Но натуральные числа не являются множеством всех кратных какого-то элемента, включая отрицательные кратные, да, не являются. А вот если я напишу, что разность, да, тогда уже натуральные числа не удовлетворяют вот этому вот уравнению на подмножество. Ну что, докажем? Прежде всего понятно, что вот то, что я написал, удовлетворяет такому включению. Так вот, доказательства. Ну, во-первых, как предположили мы, что p это не пустое множество, поэтому пусть какой-то s принадлежит p, ну какое-то целое число принадлежит p. Тогда 0, это ведь s минус s, тоже обязан принадлежать p. И минус s, как 0 минус s, тоже обязан принадлежать p. То есть смотрите, если есть хоть один элемент, а он есть по предположению, то 0 тоже должен быть там, потому что мы можем взять разность этого элемента самого собой. Но раз есть 0, то противоположный есть для любого элемента, который входит в p, есть противоположный. Просто написали 0 минус 1. И опять требоваться, чтобы было там. То есть тем самым p на самом деле это такое множество, которое является двусторонним. Оно расположено с двух сторон от прямой линии. Симметрично. Есть 0 в нем, и вместе с любым входит противоположный от него. Теперь я должен доказать, что на самом деле все p, это множество всех кратных какого-то одного. Но здесь два случая. Первый случай стоит в том, что никого кроме 0 в p нет. Мы уже доказали, что 0 обязательно есть. Но вот предположим, что есть только 0. Тогда понятно, что, пожалуйста, 0 минус 0 есть 0. То есть такое множество p, которое состоит из одного числа 0, оно удовлетворяет этому уравнению. Но, с другой стороны, оно и получается как 0 умножить на z, все кратные нуля. Это как раз только один 0. Этот случай неинтересный, поэтому предположим, что p содержит не нулевой элемент, хотя бы один. Если так, то есть и положительный. И вот если есть хоть один положительный, если есть отрицательный, то есть противоположный к нему, он будет положительный. Если так, то пусть d минимальный. Положительный элемент p. Вот 0, вот d. Сразу понятно, что теперь 0 минус d, то есть минус d само, минус d минус d, то есть минус 2d в ту сторону все, а также симметричные ему аналогичным образом в силу этого свойства. Уже принадлежат p. То есть вместе с любым таким d все кратные тоже принадлежат множеству p. Я утверждаю, что если d был минимальным положительным, то больше никаких здесь нет. Доказательства. Пусть есть. Пусть где-то затесался какой-то элементик. Тут даже я писать уже ничего не буду, я просто покажу. Пусть затесался какой-то элементик, который не является кратным числа d. Тогда он строго между соседними двумя кратными. Но тогда по условию разность между ним и d должна принадлежать множеству p, потому что он принадлежит множеству p, и d принадлежит множеству p. Значит разность принадлежит. Но тогда разность между следующим и d тоже принадлежит множеству p. И я вот такими шажками в конце концов, но в данном случае уже дошел В конце концов загоню вот этот вот затесавшийся элемент строго внутрь интервала между 0 и d И это будет означать, что вот этот вот товарищ, который лежит вот здесь, он тоже принадлежит Но что p, но он-то меньше d и больше 0 И значит это ошибка, потому что d выбран минимальным, этого не может быть Значит это противоречие к выбору d как минимального элемента b Следовательно, никакого лишнего элемента нет И значит, собственно, все доказано, суда p равно dz и все установлено То есть любое множество, которое разностью Минковского самим собой лежит внутри себя Имеет обязательно вид dz Ну и любое множество вида dz, конечно, тоже удовлетворяет этому уравнению То есть это фактически описание подгрупп, все подгруппы целых чисел Все подгруппы z описаны Они все имеют вид d умножить на z То есть разреженных целых чисел Ну вот это, собственно, ключевое утверждение И заметьте, что при доказательстве этого ключевого утверждения Я использовал прием, который называется алгоритм эфклида Вот использовал я его ровно один раз То есть дальше я уже смогу на основании вот этой лемы выводить все остальное Ну и, собственно, получив кратные, мы получаем доступ к операции умножения Операцию умножения визуально это площадь прямоугольника, да, что такое умножить Бывают там всякие письма мне пишут Алексей, а почему дважды два четыре? И начинается какая-то вот ерундень Это, значит, интеллектуальное какое-то... Я не буду слово плохое говорить В общем, дважды два четыре, потому что дважды два это площадь квадрата со стороны два Сколько в нем маленьких квадратиков? Один, два, три, четыре, все, мы посчитали Здесь нечего больше обсуждать, просто нечего, поверьте мне Если вам хочется обсуждать философские основания математики, не поняв ее самой То вы лентяй, вы позволяете своему мозгу лениться просто Делать это не надо, надо изучать математику А не заниматься пространными, бессмысленными философствами о том, почему дважды двадцать четыре Ну и вообще, как бы, произведение определяется просто как площадь соответствующего прямоугольника То есть произведение двух чисел, скажем, три и шесть Это площадь, просто по определению, площадь такого прямоугольника Вот, ну и можно легко посчитать, что в нем ровно восемнадцать клеточек Поэтому трижды шесть равно восемнадцать Ну вот, свойства умножения мы сейчас будем изучать Свойства умножения и свойства противоположных к нему операций, которые называются делением Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...